Это Финам.ФМ. Реальное время у микрофона Юрия Пранько. Сумма средней взятки в России выросла за минувший год в три с половиной раза. Где предел этому беспределу? Вот тема нашего сегодняшнего разговора. Я представляю гостей, которые доехали таки до московской студии Финам.ФМ. Несмотря на зимние морозы, что и является безусловно аномалией для нашего с вами города. Это Петр Скобликов, профессор Академии правления ВД России, полковник полиции. Петр, добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сразу хочу уточнить, что я присутствую здесь не как представитель Академии управления ВД России, где работаю профессором, но в своем личном качестве как исследователь, правовед, автор ряда статей и книг по вопросам противодействия коррупции. И также до нас доехал Павел Зайцев, если правильно мне написали наши продюсеры, бывший следователь МВД, но не член президиума Национального антикоррупционного комитета. Павел, добрый вечер, все правильно? Адвокат. Адвокат. Да. Добрый вечер. И добрый вечер. И мы еще ждем Владимира Римского и Евгения Архипова. Вот они, по-другому, где-то у нас задержались. Нет, вот и заходят, заходят. Я напомню, средства коммуникаций 6510996, код Москвы 495 и finam.fm. Это, соответственно, наши средства связи для ваших звонков, для ваших писем. На сайте finam.fm идет прямая веб-трансляция, то есть нас можно не только слушать, но и смотреть. Вы сказываетесь, задавайте интересующие вас вопросы, комментируйте по теме нашей сегодняшней программы. Я представляю также еще одного гостя, который добрался до нас. Это Евгений Архипов, представитель Ассоциации адвокатов России за права человека. Евгений, рад видеть. И вот я приветствую Владимира Римского. Вот он сейчас проходит. То есть наша компания полностью здесь. Мы все вместе. Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда Индем. Владимир, добрый вечер. Надевайте гарнитуру. Вот она перед вами лежит. Добрый вечер. Здравствуйте. Господа, я хочу услышать ваши все-таки комментарии по поводу роста вот этой самой средней температуры по больнице. В три с половиной раза за минувший год. Все говорят о борьбе с коррупцией. Какой? Три раза вы что? В три с половиной. Да ну, не в три раза. Вот у нас вот... Евгений Архипов опровергает эти дома служебности. Вот официальные данные МВД, ДЭП, Департамент экономической безопасности. Средний размер взяток достиг в 2011 году, на июле 2011 года, 300 тысяч рублей. В то время как 2010 год было 44 тысячи рублей. То есть мы видим... Это данные год-году, да, получается? Год-году, да. То есть мы видим, что по меньшей мере это в 7 раз. Евгений, о чем это говорит? Вот скажите мне, пожалуйста. Я открываю любое официальное издание. Я открываю популярные, скажем так, идеологические, содержательные пропагандистские каналы, которые под контролем нынешней власти. Я вижу, что там каждый день мне говорят. Все борются. Господин нацлидер написал стачью небезызвестную. Вчера ее ведомости опубликовали. Он там говорит, надо бороться с системной коррупцией. И как-то у меня скорреляция происходит. Что бороться будет, понимаете? У нас, получается, правоохранительные органы, как пчелы против меда. Настолько они коррумпированы, настолько они повязаны с вот этой всей коррумпированной вертикалью власти. Там, да, выводят массово деньги за рубеж. Ну, понимаете, это невозможно без коррупции. Строят виллы, строят там, да, дачи свои на Западе. Спокойно живут там, развлекаются, куршавели. И о каком противодействии коррупции может идти речь? Надо смотреть то, что мы видим, что коррупция набирает обороты. А чиновники все более уверены в своей, собственно, безнаказанности. И, безусловно, мы видим, что у нас вот это вот сращивание криминала и власти настолько достигло своего предела, что, понимаете, нам надо все-таки смотреть не только низы, как у нас сейчас привлекает рядовых чиновников. Давайте начинать кадровые чистки сверху. Вот с министров, ну, не только с министров, вот, и с политиками. Ну, почему бы с министров? Да, ну, я считаю, что и политики, и министры здесь вот напрямую, собственно говоря, коррумпированы. Поэтому, безусловно, надо с них начинать. А потом уже голова гниет сверху, понимаете? То есть, получается, борьба с коррупцией для телезрителей, радиослушателей и читателей, а вот само сообщество живется и жизнью. Конечно, конечно. Ничего не опасается, не боится. Конечно, не опасается, не боится. Она уверена в себе и продолжает воровать. Это Евгений Архипов, а теперь Петр Скобликов. Спасибо, Юрий. Ну, у меня возникает, прежде всего, два простых объяснения. И они в равной мере имеют право на жизнь. Первое объяснение. Правоохранительные органы стали работать более смело и более умело. В результате они выявляют тех опасных крупных взяточников, взяткодателей, которых не выявляли прежде. Второе объяснение заключается... А рэкет на дорогах? А второе... Ну, куда мы от рэкеты не избавились? Вы говорите... Второе объяснение заключается в том, что действительно взяткополучатели и взяткодатели теперь имеют дело с более крупным размером взятки. И все это влияет на эти показатели. Какое объяснение верно? Скорее всего, имеет место и одна закономерность, и другая. Вообще, если продолжить ту тему, которую начал уважаемый Евгений Архипов, то как раз для повышения эффективности борьбы с коррупцией, остриею борьбы, нужно нацелить на наиболее крупных, высокопоставленных взяточников. Поэтому, если первое объяснение верно, мы на правильном пути. То есть вы считаете, что сотрудники МВД стали работать более эффективно, более смело? И вот те показатели роста, которые нам приводятся, они подтверждают, что количество раскрытий кратно увеличилось? Ну, я сказал то, что сказал. Я предполагаю, что имеет место и то, и другое. Что количество, точнее, размер взяток действительно увеличивается. Но вместе с тем и активизировалась работа против опасных взяточников, которые имеют дело с крупными суммами. То есть, все-таки борются, да? Да, безусловно, борются. Нельзя сказать, что вот все там... Если вы не боролись, Юрий, мы давно упали в тартарары. Да, по-моему, мы упали уже, нет? Нет, нет, мы тогда здесь не сидели с вами. А как же каста неприкасаемых? Тогда... Депутаты Государственного дома, которые крышуют бандосов на местах и варьем местных. По поводу каста неприкасаемых, есть одна замечательная статья, 290-я, часть 3-я, которая предусматривает ответственность за получение взятки людьми, занимающими высокопоставленное положение. Это губернаторы, депутаты, судьи, мэры и так далее. Получается, мы уничтожаем всю вертикальность. И что получается? А получается, что борьба находится примерно на одном уровне. В среднем за год осуждается приблизительно 10 человек. Но, надо сказать, справедливости ради, судебная практика несколько ужесточилась. Например, в 2009 году осудили 13 человек. Каждому из них грозило наказание до 10 лет лишения свободы. Реальное лишение свободы получил только один. Причем, судьи оказались к нему милосердными и назначили наказание ниже низшего. Все остальные получили условное лишение свободы. А в следующем 2010 году осудили 10 человек. Условное лишение свободы получили только 7. Реальное лишение свободы получили 3. Как вы видите, Фемида становится жестче. Но, конечно, Фемида не столь жестока, как всем бы нам хотелось. Это Петр Скобников. Это человек на всю бескрайнюю Россию. Это очень мало. Это мизер. Это мизер. В одной Москве реальных взяточников, мы с вами уверены, насчитывается в 100 раз больше. Сколько чиновников, столько взяточников. Хочу услышать мнение адвоката Павла Зайцева. Вы знаете, ну я, в принципе, полностью согласен с Петром Скобликовым. Хочу добавить, что да, действительно, сумма взяток растет, но я думаю, что не в 3,5 и в 7 раз, а где-то чуть-чуть поменьше. Но это официальные данные МВД. Нет, нет, это по данным, я говорю о действительности, по данным МВД. Вот, почему? Потому что, да, я согласен, что когда у нас объявили о борьбе с коррупцией, то началось что? Фактически, я был этому свидетель, как просто оперативников выгоняли на улицу, и вот иди делай палки. И что им было многим делать? Палки это? Палки. Показатели. Показатели борьбы с коррупцией. Ну, я понимаю, что вы можете пользоваться профессионализмом, но вы... Показатели борьбы с коррупцией. Вот, но многие от безысходности, я прекрасно понимаю, но шли на то, что, ну, брали людей, говорили, вот нужно дать взятку кому-нибудь, и пошли. Вот, соответственно, сколько им там выделяли там денег на оперативные цели, я думаю, что мало, вот, или же они свои личные в некоторых случаях давали тоже не слишком много, вот. Вот, поэтому сумма взятки получалась очень маленькая. Вот, но это... Но факт был зарегистрирован. Да, но факт был зарегистрирован, вообще действующее законодательство, это можно квалифицировать как провокация дачи взятки, но с этим можно много там спорить. А вот, но я думаю, что вот за последний год, ну, как, наверное, все-таки оперативные разработки дают о себе знать, и получается, что берут все-таки людей не вот таких вот на, как его, низшая коррупция, а чуть-чуть повыше. Вот, ну, мы надеемся, что, я думаю, все вместе с вами доберутся... А чуть-чуть это до какого уровня, вот чуть-чуть, если... Ну, я думаю, что в настоящее время можно говорить о среднем звене, потому что я не помню скандалов с министрами, с их заместителями, с известными политиками, чтобы это было. Но с губернаторами скандалы в прошлом году были, так что это ватерлиния, которую обозначил Павел, а до губернаторов она уже дошла. Да, до губернатора это, получается, среднее звено коррупционной схеме. Ну, почти... Я бы так сказал, спешки. А высшее звено чиновники федерального уровня, они неприкосновены. Ну, кстати, имеет смысл задуматься, а кто в нынешней системе правоохранительных органов имеет достаточные ресурсы и полномочия, чтобы выявлять и пресекать коррупцию со стороны министра. Разве можно бороться с коррупцией друзей, начальника твоего начальника? У нас нет самостоятельной структуры, которая могла бы бороться с высокопоставленными чиновниками. Ну, вот самый большой начальник сказал, надо бороться с системной коррупцией. Он в неведении? Или он в ведении, но ничего сам не может сделать? Более того... Он просит общество его поддержать? Юрий, наш разговор дает повод напомнить уважаемым радиослушателям, что в 2008 году была ликвидирована следующая структура. Департамент по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который функционировал в составе МВД, достаточно автономно, долгие годы корпотливо создавался, а потом в одночасье профессионалы, которые там собрались, были вынуждены искать работу. Как будто у нас... Нет, все правильно, организованной преступностью и коррупцией покончено. Там причина была на то, что, собственно говоря, этот департамент, как вы говорите, с организованной преступностью превратился сам в организованную преступность и занимался рейдерством. Да вы что? Даже так? Да это можно сейчас про любых говорить. Продолжая эту линию, мы должны что сделать? Распустить судебных приставок исполнителей, потому что там коррупционеры. Распустить прокуроров, потому что там коррупционеры. Распустить медиков, потому что там коррупционеры. Всех распустить, государство упразднить и перейти в дикое общество. Это же не способ борьбы с хорошими. Хочу еще не вовлечь в разговор Владимира Римского. Ну, смотрите, некому бороться, какие-то касты прикасаемых-неприкасаемых. Значит, нацлидеры публично пишут статьи, вопрошают к обществу. Помогите, спасите, ничего не могу изменить. Владимир, ваш взгляд на происходящий какой-то сюрреализм сплошной. Нет, нет. Здесь просто надо признать, что проблема очень сложная. Здесь не может быть простых, так сказать, решений на уровне здравого смысла. Всех распустить, всех посадить. Значит, за один год избавиться от всех взяток и так далее. Это надо просто забыть. Но действительно, коррупция у нас стала системной в том смысле, что, ответственно утверждаю, в нашей стране ни одно стратегическое решение без коррупции не принимается. Наше законодательство все сплошь коррупциогенно, потому что оно просто провоцирует совершать коррупцию. И то, что мы видим, скажем, с этими взятками, это, значит, не то, что вот, как вы сказали, что никто не боится. Значит, у нас принцип сейчас очень простой, что показывает исследование. Можно брать взятки, можно давать взятки, не надо попадаться. Значит, если вы не попадаетесь, вы абсолютно ни в чем не замешаны, вы чистый, честный чиновник. И дальше уже, ну, есть много всяких деталей, в чем-то я согласен с тем, что здесь говорилось, в чем-то нет. Вот согласен с тем, что действительно мы видим по вот этим вот данным МВД, это то, что реально сумели найти. Но это же очень трудно доказывается. Коррупция во всем мире сложно доказывается. Поэтому самые крупные коррупционные преступления совершаются вне нашего внимания. Это надо тоже признать. То есть, что мы видим, слышим, это так. Это мелочь. Это мелочь. Это безусловно, да. Потому что надо брать крупные государственные контракты. Один момент, ну, начинается все с политической коррупции. Ну, я просто об этом пока еще не говорил. Это ключ ко всем проблемам. Ну, не совсем так. Тут дело не в ключе, а дело в том, что это тоже в той же системе работает. То есть, когда... Ну, рыба с нее с головы. Когда государственный аппарат работает на одну политическую структуру. Нет, так, тут вот опять... Вот опять, ну, понимаете, конечно, на уровне здравого смысла у нас есть государство, у нас есть госаппарат и так далее. Значит, исследование... У нас принцип власти, кто... Сейчас, одну минуточку. Извините, больше выслужится, а... Я о другом хочу сказать. ...кто больше наворует. У нас нет... У нас нет единого государства. У нас нет единого госаппарата. У нас нет единой вертикали власти. У нас вертикаль власти... Давайте обосну, если вы мне дадите сказать. Давайте, давайте. Послушаю. Значит, у нас есть, допустим, статистика. Одну дает, скажем, по, ну, допустим, инфляции. Росстат, другую Минэкономразвитие, третий Минфин. И они все разные. Это разные интересы. Потому что в норме, в госуправлении, во Франции, например, есть один показатель. И он согласован со всеми ведомствами. У нас даже на уровне показателей этого нет. И коррупция начинается с этого. Потому что мы реально живем в стране, не зная, какая у нас реальная инфляция. А решения принимаются, посмотрите внимательно, очень часто на основе этого показателя. То есть вы хотите сказать, что Владимир Путин у нас не контролирует страну? Я хочу сказать, что у нас есть группа разных интересов. И в один момент одна доминирует, в другой момент другая. А единого государственного интереса у нас не складывается. Вот с этого начинается. Это первая причина. Я не утверждаю, что я абсолютно прав. Но если вы вдумаетесь вот в это мое утверждение, то вы увидите, что и политическая коррупция, и экономическая, и бытовая начинаются с того, что у всех разные интересы, которые никто даже не пытается согласовывать. Каждый работает на свой интерес, спокойно, личный или корпоративный. Согласен. Вот это и есть коррупция. А вот корпоративный интерес на самом деле заключается в побольше новоров. Это был Владимир Римский, теперь Евгений Архипов. Пожалуйста. Я, собственно говоря, категорически не согласен. Я считаю, что уровень тот коррупции, который у нас сейчас складывается в стране, это прямое следствие той вертикали власти, которую построил Владимир Путин. Вот он выстроил таким образом свою вертикаль, что каждое звено этой системы должно подчиняться одному человеку, то бишь ему. Но чем же здесь коррупция, если все подчиняются Верховной Власти? Нет, 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 стоп, 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 стоп. Вот эта система, она неэффективна, потому что один человек не может контролировать всю страну. Это приводит к массовому. Массовой коррупции. Массовой коррупции. Потому что отсутствует контроль. Где эта коррупция? Начиная от верха до самого низа у нас коррупция. И у нас общество не контролирует власть. Это правильно. В чем коррупция? В каком смысле в чем коррупция? Вот в том, что я сказал, что каждый на своем уровне выполняет... Ворует. Не ворует. Вот самое главное быть лояльным. Это мелочи все. Самое главное быть лояльным в верхушке. Да не воруют губернаторы, не надо. Это все мелко. Воруют. Они занимаются... Сейчас я скажу последнюю фразу. У нас губернаторы, олигархи сидят. У нас не по принципу... Да правильно это. Но коррупция не в этом. Поймите, пожалуйста. Дайте секунду. О том, что он ворует, это третье дело. Речь в другом должна быть. О том, что каждый на своем уровне контролирует свой ресурс. Это называется... Как их контролировать? Дайте я договорю последнюю фразу из омолвения. Как их контролировать? Я прошу. Пожалуйста. Он контролирует свой ресурс. Свой. Понимаете? У кого-то это завод. У кого-то регион. У кого-то это булочная. Но он с этого получает ренту. И он сам получает эту ренту. И поэтому он вынужден. То есть он хочет... Система кормления. Да. Он хочет кормиться от этого. Система кормления. А не выполнять указания сверху. Вот поэтому вертикаль не работает. И в этом коррупция. Вот что я утверждал. Это Владимир Римский и Евгений Архипов. Теперь я хочу все-таки вернуть к нашему разговору и Петра Скубликова. Спасибо большое, Юрий. Попытаюсь две короткие реплики сделать на выступление и коллеги Римского и Архипова. По поводу того, что у нас построен тоталитарный режим, благодаря которому коррупция процветает. История показывает, что как раз наоборот при тоталитарном режиме коррупция находится в загоне и преступность находится в загоне. Поэтому может быть и хорошо, если бы у нас был тоталитарный режим, но его нет. И борьбой с коррупцией. И то, что мы сейчас рассказывали, что в этой студии доказывает, что мы живем не при тоталитарном режиме. Затем, уважаемый Владимир Римский, интересную мысль воспроизвел. Но она, в общем-то, общеизвестна. Я хочу присоединиться и усилить, и проиллюстрировать о том, что наше современное законодательство, во многом коррупциогенно, оно создает предпосылки, подталкивает должностных лиц коррупции. Смотрите, подводя итоги у истекшего года, а 31 января это еще уместно, все-таки первый месяц нового года. Что у нас изменилось в уголовном и в уголовно-процессуальном законодательстве? Убран низший предел наказания. Теперь, если, допустим, нехорошие люди из организованной преступной группировки встретят вечером журналиста, который неправильно высказывался в эфире, и забьют его битами, и он скончается в больнице, им грозит довольно суровое наказание. По ныне действующему законодательству, это действие квалифицируется по статье 111 Уголовного кодекса, и виновным грозит 15 лет. Но минимум, что вправе назначить суд, два месяца лишения свободы. То есть вот такой огромный разбег. Но разве это не подталкивает судью к тому, чтобы взять взятку, и в рамках закона назначить наказание два месяца? Раньше это было трудно представить. Криминологи давно выработали простой постулат. Нужно сводить к минимуму субъективное усмотрение должностного лица. Когда судья назначает то или иное наказание, он следует определенной формуле, заложенной в законе, устанавливает определенные признаки, вставляет формулу и выводит наказание. Теперь эта формула разрушена. Теперь, пожалуйста, или ты назначаешь 15 лет лишения свободы, или два месяца. Но это не все. Теперь судья решает, какое преступление тяжкое, какое нет. Раньше был четкий формальный признак. Если совершил это тяжкое, если вот это средней тяжести, если это небольшой. Теперь на усмотрение судьи. Зачем? И тут мы выходим еще на одну причину того, почему у нас коррупция развивается. Дело в том, что происходит огромный разрыв между наукой и реальной уголовной политикой. У ученых есть свое представление, наработки, рекомендации. Они пишут монографии, защищают диссертации. Это пылится в библиотеках. А есть реальная уголовная политика. Кто-то мудрый, в кавычках, решает, что вот надо сделать резиновым наказание. Надо полагаться во всем на суде и так далее и тому подобное. Эти законопроекты проходят быстро на ура. И мы имеем то, что имеем. Вспомните, как начинались 2000-е годы. Неожиданно возникла идея упразднить институт конфискации в уголовном праве. Никто эту идею из ученых никогда не высказывал. Когда был обнародован соответствующий законопроект, виднейшую мы уголовного права криминологии выступили с открытым письмом в российской газете, предлагая законодателю это не делать. Законодатель ученых не послушал. Конфискация была упразднена. И теперь год от года на очередной конференции, на очередном публичном совещании, обсуждении предлагается конфискацию восстановить. Но законодатель упорствует. Вот в таком ключе у нас складывается... У нас 20 лет одни и те же чиновники. У нас отсутствует сменяемость власти. У нас они уже окостенели от коррупции. Их надо выгонять. Понимаете, их массово нужно сажать и выгонять. А вы говорите сейчас о последствиях. Давайте ужесточим уголовный кодекс. А кого, для кого... Очень красиво звучит. Давайте выгонять, давайте сажать. Давайте... Кто это все будет делать? Кто? Это власть должна делать. Сама себя рубить. Выгонять-то некому. Стоп. У нас, понимаете... Во-первых, надо власть сменять. Это однозначно. Потому что вот в том варианте, в котором она существует, она не должна вообще в принципе быть у власти. Она должна быть за решеткой. Согласен. Вот. Поэтому нужно сменить власть. Так. И уже потом уже... Вот. Понимаете, у нас опыт... Очень много опыта. И в Западной Европе, и на постсоветском пространстве. Тоже та же Грузия, когда было массовое увольнение сотрудников и полиции, и чиновников. Вот люстрация для бывших чиновников. Поэтому вот эта реформа, она нужна. Но в первую очередь необходимо все-таки пойти по реформе политической системы. Когда у нас будет политическая конкуренция и реальная сменяемость власти, вот тогда мы сможем говорить о противодействии коррупции. А пока у нас, извините меня, глава вертикали власти все это дело покрывает. Ну, о какой противодействии коррупции может идти речь? Сложно не согласиться. Павел, что скажете? Вы знаете, ну вот я хотел бы реплики по выступлениям коллег сказать. Но, во-первых, по поводу того, что Путин выстроил систему вертикали власти, да, и все лица, которые там участвуют, как бы участвуют в коррупции. Но это не вина Путина в первую очередь. Да, может быть, его вина там и есть. Но это виновата в первую очередь само общество, верхушка которого находится у власти. Вот в системе вертикали власти, выстроенной Путиным. Я согласен с Петром Скобликовым по поводу того, чтобы сузить рамки для судьи. То есть, какое наказание можно было бы назначать за определенные действия, то есть за определенные преступления. А то слишком большие рамки получаются, слишком большое искушение. Искушение может быть, да, у людей, чтобы и деньги взять, и наказать, собственно. И мы в результате получаем за коррупционные преступления, условные там наказания. Ну, смешно становится, да. Вот. То, что говорил Владимир Римский, я вот хочу уточнить по поводу госконтрактов. Вы знаете, проблема в чем? Если говорить про коррупцию по госконтрактам, то, как правило, по госконтрактам мы видим, а как там контракты заключались, и мы уже сейчас смотрим в прошлое. Так выявить коррупцию очень тяжело. Коррупцию нужно выявлять оперативными разработками сейчас и в настоящем времени. Вот тогда это можно доказать. Да все все знают, во всех все папки лежат. Вы не думаете, что вся информация вся есть. И оперативная работа проведена, поверьте мне. Это сейчас рычаг, как он, ниточку дергать. Чтобы был послушный. В вертикали, вот это вот, в пирамиде. А то вылазит раз и вот по голове этой папочкой. Наболело, да? Да, пожалуйста. Абсолютно согласен, что нужно восстанавливать институт конфискации имущества не только за коррупцию, но и за остальные преступления. Ни в коем случае. Вот, потому что для многих лиц лишиться имущества намного страшнее, чем отсидеть даже несколько лет в тюрьме. Подождите, сейчас я вам дам возможность прокомментировать. Я просто все-таки начинаю слушать такие вещи. Сейчас вы прокомментируете. Я высказываю свое мнение, вы можете потом свое высказать. И еще, я хотел бы здесь поговорить о том, что у нас до сих пор не ратифицирована статья 20 конвенции ООН о коррупции. Почему-то у нас этого не сделано. Вот потому и не сделано. Да, понятно, что те чиновники, которые не хотят отчитываться, на какие деньги они, собственно, все покупали, нести за это ответственность, не ратифицируют именно эту статью. Я считаю, что нужно про это больше говорить в средствах массовой информации, подталкивать. Вот чуть ли не каждый день. Я знаю, я знаю. Власть здесь, разные представители говорили. Но нет, еще пока. Да зачем она нам? Вот такие реплики слышат. Чтобы быть цивилизованной страной. Вот эти реплики и говорят в те лице, которые не хотят отчитывать. А если нет, это и есть коррупция. Абсолютно. Вот надо признать это. Петр Скобликов, коротко. Спасибо, Юрий. Хотел бы отреагировать как на выступление моего коллеги Зайцева, так и на выступление коллеги Архипова, который выступает невольно, а может быть сознательно драйвером нашего сегодняшнего разговора и вступает в противоречие со всеми остальными присутствующими. Друзья, я не спорю. Смотрите, он говорит о том, что надо выгонять чиновников. Но возникает сразу вопрос, как и за что? Просто выгонять, потому что они ему не нравятся, это путь к произволу. А если выгонять на правовой основе, то это, наверное, уместно. Но я бы сказал по-другому. Если выгонять, потому что они коррупционеры, то привлечь к уголовной ответственности и выгнать в тюрьму. Потому что если этого не сделать, на их место придут другие и будут также обогащаться, и народ еще более обнищает. Поэтому его призыв я не принимаю. А они придут на другое место, эти люди. И поэтому я пытаюсь перевести разговор в правовую плоскость. Теперь относительно того, что сказал коллега Зайцев. Да, он напомнил важную и интересную тему относительно статьи 20, нератифицированной у нас международной конвенции, которая предусматривает введение уголовной ответственности за неосновательное обогащение. Но заметьте, Юрий, заметьте все остальные. Мы не только сделали этот мощный шаг, мы не сделали более простой и понятный шаг. У нас нет в гражданском праве достаточных оснований для того, чтобы взыскать неосновательное обогащение с коррупционера. Допустим, мы не доказали, что он коррупционер. Допустим, у нас нет уголовной ответственности за неосновательное обогащение. Но у нас есть сведения о том, что у него 3-4 особняка по несколько миллионов долларов или евро. И у нас нет правового механизма для того, чтобы это изъять. Поэтому еще 13 лет назад в журнале «Государство и право», в академическом журнале «Академия наук» я изложил свою идею о том, как можно просто чуть-чуть изменить гражданское законодательство, запустить этот механизм. До сих пор этот механизм не запущен. И поэтому приезжают иностранные президенты и удивляются, почему у нас все Подмосковье застроено замками. Откуда столько богатых людей? Я здесь согласен, что нужно все-таки наказывать чиновников. Но вы выступаете против расхода, но я категорически против введения конфискации для всех граждан. Потому что это закончится массовыми рейдерствами изъятия имущества у простых людей. Я категорически против этого. Но вот это главное обоснование. Вот это реплика для всех граждан. Потому что у нас чиновники, у нас они возьмут за вооружение конфискацию имущества. Дело в том, что прежде, до того, как она была упразднена, конфискация предусматривалась, во-первых, за тяжкие преступления, во-вторых, за корыстные преступления. Поэтому все граждане под конфискацию не могли попасть в принципе, потому что все граждане у нас корыстные, тяжкие преступления не совершают. Поэтому не надо этого опасаться. Если посмотреть правоприменительную практику тогда, когда конфискация действовала, не было пострадавших, не было жалоб. В 1937 году. Я имею в виду, какие годы? В 1937 году было 2000-е годы, 90-е годы, 80-е годы. Да, Владимир, что скажете? Знаете, вот я бы все-таки тоже так вот с осторожностью говорил о том, что вот прямо сразу давайте введем какую-то одну меру. Надо все-таки подходить более системно. Коррупция системная, и меры должны быть системные. У меня тоже есть опасения вот прямо сразу вводить конфискацию имущества. Потому что что такое коррупционер? Это человек, имеющий связи. И даже если он совершил тяжкое преступление, он со своими связями может получить либо условное наказание, либо никакого. А человек, у которого нет связи, то есть не являющийся коррупционером, или, я не знаю, взявший взятку 1000 долларов, он попадет под эту конфискацию. У него нет таких связей. И распилят его имущество. Да, и его имущество пойдет тем, кто в этом заинтересован. Он не попадет, потому что, получив взятку 1000 долларов, он не совершит тяжкое преступление. Речь идет не об этом. Я сторонник того, чтобы мы приняли эту статью, 20-ю Конвенцию ООН, чтобы мы аккуратно, спокойно, на основе научных разработок, в том числе и юридических, но не только юридических, вводили конфискацию, но не прямо сразу. И так, чтобы действительно граждане не страдали. Чтобы страдали крупные коррупционеры. Исключительно. И это потребует... Как это было сделано в Грузии. Правильно. Это потребует изменения правоохранительной системы, следственного комитета, прокуратуры, судов, как минимум. Да, и бандитское имущество было роздано полицией. Нужна реальная реформа судебной власти. Вот поясню, например, что я имею в виду. Мы, значит, вот в нашем фонде ДНД в течение двух лет, и потом еще полгода писали отчет. Значит, где-то 2007-2009 год, изучали именно социальные аспекты деятельности судебной власти. И меня поначалу, наши судьи, причем ни один действующий судья ничего никогда не говорил, они все молчат. Но бывшие судьи в отставке говорили. Они говорили. Язык развел. Не бывает вообще такого юридического понятия справедливость. И я этому верил. Я не юрист. А потом мы в том же проекте стали изучать судебные системы других стран. Выяснилось, во Франции справедливость является важнейшим критерием судебного решения. Оценки, да. Понимаете? Европейский суд по правам человека тоже самое. Правильно, именно так. То есть, вот, например, что надо делать? Вместо того, чтобы судья по своему усмотрению что-то делал, он должен доказать, что его решение справедливо. И отвечает требованиям демократического общества. Это правильно. Это правильно. Но здесь, опять же, начинать, на мой взгляд, нужно не с того, что судью, не знаю, там, отрешать от должности или там, как-то там, мешать его карьере. А нужно просто ввести то, чего у нас тоже нет, оказывается. Свободное обсуждение любых, обращаю внимание, любых судебных решений. Воздействие на суд. Нет. Это не воздействие на суд. Суд тогда не будет непристрастным. Речь идет только о том, что судья может написать, что он хочет, а общество может сказать, что оно по этому поводу думает. Здесь есть так называемая заказная пресс-компания. Нет. В СМИ тоже может быть. Это не должно приводить никаким административным решением. Вы путаете понятия. Есть независимость судебной власти. Это и есть независимость. У нас она зависит от исполнительной. Дайте я скажу, подождите, минуточку. У нас президент и прочие около назначают судей. Независимость не должна пониматься как независимость от общества. Это неправильно. Судья решает серьезные дела. Иногда судьбу людей. Он не может быть... Он не может быть... Минуточку. Народ. Народ должен назначать своих судей. Он не может быть независим от этих людей. Поэтому, как минимум, начать надо с того, что мы все спокойно можем обсуждать все решения судов. Единственное, что там надо сделать, в некоторых случаях мы не должны знать конкретные имена и фамилии. Представьте, с человеком с костенелым коррупционным сознанием вы сейчас будете что-то объяснять. Я ничего ему объяснять не собираюсь. Его выгонять нужно поганой метлой судебной системы. Еще раз, дайте я договорю. Я человек упорный. Я работал со многими политиками. Я все равно скажу то, что я считаю нужным. Так вот. Значит, здесь речь идет о том, чтобы в этих обсуждениях выработать, первое, понятие справедливости в судебном решении. Выработали. Нет. Вот вы выработали. Понятие справедливости. Выработали. Понятие справедливости. Это одно, у судей Верховного Суда другого. Одно выработали. У Конституционного Суда третье. Один критерий выработали. У граждан четвертый. Надо выработать. Вот это закостенелое сознание. Следующее выработали. Надо выработать понятие независимости судебной власти. Это опять не так просто. Во Франции на это ушло не один десяток лет. Надо выработать понятие именно коррупционного преступления. У нас все, вот смотрите, наше обсуждение сводится ко взяткам. Коррупция это не взятки. Коррупция это более широкое преступление. Куда вы денете мировоззрение? Мировоззрение куда вы денете? А у нас самые серьезные коррупционные преступления, как они понимаются, допустим, в Европейском Союзе, вообще не подлежат никакой ответственности. Даже не уголовной. Правильно. Вот нам хотя бы эти три вещи... Замечательный закон разработать. Не надо разрабатывать сначала закон. Сначала нужно добиться общественного согласия. Каким образом? Вот начать обсуждать. И вот после этого общественного согласия... Парламента нет. Нам надо сформировать заказ юристам. Вот это наше понимание справедливости. Это политики должны заказывать. Политики должны диктовать. Нам надо вот это, понятие справедливости, независимости, ввести юридическую практику. Как они это сделают, это и сделают. Но у нас... Подождите, я закончу последнюю фразу. Но у нас будет критерий. У нас сейчас нет критерий. Вот то, что только что говорилось, что не слушают этих самых ученых юристов. Конечно, никто не будет слушать. Потому что у юристов-практиков один критерий справедливости, а у ученых другой. И действует практический. Ученые остались? Отлично. Это был Владимир Римский, адвокат Павел Зайцев. Вы знаете, я хочу поддержать Владимира Римского по поводу того, что нужно свободно обсуждать судебные решения. Но это мало. Это мало. Первый шок. Я же говорю. Нет, я хочу о чем сказать. У нас нужно свободно обсуждать не только судебные решения, но и решения чиновников и должностных лиц в различных уровнях. Согласен. Что мы смотрим по министерствам? Министерство по своим ведомствам запрещает своим сотрудникам открыто выступать и критиковать. Это правда. Вы знаете, это общеизвестно. Просто даже выступать. Да, да, да. Не критиковать, просто выступать. Просто выступать. Это правда. Вот, это что, это как его... Но депутатам запрещают выступать. Ну, это уже другое. И это тоже правда. Да, это тоже правда. Вот, это попрание гласности. Вот. Чем больше люди будут говорить, те, которые столкнулись с той же коррупцией, с конкретными фактами, тем больше мы это будем обсуждать, будут дела возбуждать. Общественный контроль. А министерства закрылись, они придумали свои инструкции, положения, приказы. Все. Люди не могут выступать. Если ты рот открыл, ну, минимум тебя выкинут на, ну, уволят. Вот так, с пирамиды так раз. И попробуй покритикуй, там, скажи, что ты там что-то установил, что кто-то неправильно действует. Вот. Я считаю, что это не должно быть, что нужно обсуждать не только судебные решения. Вот это первое. А второе, я хотел у Петра спросить, он сказал, что он предложил что-то в гражданском праве, как конфисковать имущество. Мы это не дослушали. Да, давайте. Интересно. Спасибо, Павел, за вопрос. Предложение заключается в следующем. Ныне любой гражданин, юридическое лицо имеет право взыскать неосновательное обогащение, если обогащение произошло за счет его, этого лица, этого гражданина. Но в случае коррупции ситуация другая. Пострадавшие неизвестны, они таятся, те, кто дал взятки, они не заявляют, мы дали взятки. В конечном итоге пострадавшим является общество, и надо внести изменения в законодательстве, предусмотрев в качестве возможного истца представителя общества. Выявили неосновательное обогащение, потерпевшие неизвестны, значит, определенный государственный орган заявляет иск и доказывает, это неосновательно нажитое. Государственный орган выступает от имени общества. Это имущество, неосновательное, нажитое, доказывает, что оно нажитое, неосновательное. Суд выносит решение и удовлетворяет иск, либо нет. Я коротко на вопрос ответил. А теперь по поводу реплики уважаемого Владимира о том, что главный принцип судебного процесса это справедливость. Здесь я вынужден не согласиться. Дело в том, что представление о справедливости не только у судей, у любого гражданина свое собственное. И свести все к единому, это значит заставить нас одинаково мыслить, привести нас к одинаковым убеждениям, что в принципе невозможно. Более важный принцип процесса любого гражданского арбитражного, уголовного, это принцип законности. А вот в ситуации, когда закон противоречив, есть пробел в законе, тогда судья должен заполнить этот пробел, исходя из принципа справедливости, как он ее воспринимает. То есть принцип справедливости это не самый главный, не самый видный принцип. И по поводу того, что надо обсуждать судебные решения. Вот я обеими руками за. И поэтому, если бы мы выступали в телестудии, то радиослушатели, зрители увидели, но я замечу. А они вас видят на самом деле. Вот камера, видите, это прямая веб-трансляция. Условия для этого есть. Теперь внедрен соответствующий проект, поэтому суд любого уровня свои судебные акты размещает в интернете. Заинтересованные граждане, журналисты могут их прочесть, изучить, проанализировать, оспорить. А вот почему наше интернет-сообщество эти судебные акты не извлекает на свет Божий, не анализирует? Почему юристы не присоединяются? Почему СМИ не анализируют? Вот загадка. То есть все условия для этого есть. Это крайне важно. И тогда, если бы судебные акты получали общественную оценку, я уверен, судьи действовали бы более грамотно, более профессионально, более справедливо. Важно этот процесс запустить. Я хотел Петра дополнить. Он сказал, что судебные акты размещаются в интернете. Я знаю практику некоторых стран западных, где обязательно судебное заседание записывается на аудио и видео. Это размещается и в интернете, и передается и одной стороне, и другой стороне. У нас почему-то суды уже почти все оборудованы всем возможным, всевозможной техникой. То есть и камеры стоят, и серверы у них там, веб-камеры я имею в виду, и серверы стоят, все. А вот почему-то этой записи не производится. А вы знаете почему? Я знаю почему. Судьи просто боятся, что их будут показывать, и что то, что написано в протоколах, будет не совпадать с видеозаписью. Вот и все. А кого боятся? Общества. Общества, наверное, боятся. Нет, не общества. Я считаю, что... Председателя суда. Председателя суда. Давление. И главу нашего государства. Ну, это естественно. Ну, может быть, вот, я считаю, что нужно, чтобы у нас в судебной системе все судебные заседания, любые, гражданские, там, эти, уголовные, другие, все были, шли под видеозапись, и чтобы это свободно можно было посмотреть. Ну, это замечательно все, понимаете? Нет, ну, кроме закрытых заседаний. Да, 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 конечно. Которые должны быть исключениями. Это замечательная процедура по обеспечению прозрачности деятельности органов государственной власти. Но оно не будет работать до тех пор, пока не будет политики направлено на то, чтобы органы государственной власти, действительно, была эта система разделения властей, чтобы суд у нас был независим, чтобы у нас действительно исполнительная власть сменялась не раз там в 30, 40, 50 лет, а каждый 5, 10 лет. Я надеюсь, что все-таки не 30 и не 40 лет, да, эта власть будет. Сейчас это многовато. Я надеюсь просто искренне на это. Нет, ну, фактически у нас 20 лет одна и та же власть существует. Давайте пообщаемся и с нашими слушателями. 65 10 99 6, код Москва 495 и финам.фм. Это наши средства связи. Здесь Евгений Архипов, Владимир Римский, Павел Зайцев и Петр Скобликов. Говорим о коррупции в нашей стране. Ну, без купюр, без цензуры. Единственная просьба в зоне ли русского литературного языка оставаться. Я имею в виду тем, кто будет звонить. А вы, господа, если будете комментировать, лаконично также комментируйте телефонные звонки. Вечер добрый, вы в эфире. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий, добрый вечер. Вот, значит, ну, говорить о коррупции в рамках русского литературного языка трудновато, но я постараюсь. Поэтому я и предупредил всех об этом. Вот, значит, я согласен, ну, к сожалению, не запомнил фамилию, с тем из участников, который сказал, что наша коррупция носит настолько системный характер, что не решив эту проблему, что она является основой нашей государственной власти. А если мы этот тезис не принимаем, то можно обсуждать, что мы что-то здесь делаем, что мы что-то там делаем. А если этот тезис принять, то, не поменя власть, ничего не сделаешь. Потому что все очевидно, все все понимают, все все знают. Но никто ничего не делает, потому что это рубецук, на котором все они сидят. Все должности продаются, и все знают, в регионах все прекрасно знают, вот чей это бизнес губернатор, вот эта гостиница губернатора. А вот эту гостиницу снесли, потому что она мешала гостинице губернатора, это конкретный пример, в одной из республик только что слышал. И все все прекрасно знают. И знают наверху, и знают внизу, это уже секрет Полишинеля. Да, спасибо, Дмитрий. Правильно, правильно. Я полностью согласен. Согласен, да? Это результат вертикали власти, 12 лет построения ее. Владимир из Петербурга пишет, в те времена, когда во власть выдвинули Путин, лично у меня была надежда, что он бросит силовой аппарат на борьбу с коррупцией. Я вам читаю, зачитываю письма, как они приходят, без редактуры. А получилось так, как получилось. Какая государственная служба может инициировать и вести реальную борьбу с коррупцией сейчас? На мой взгляд, таковой в России нет. Спасибо, Владимир Петербург. Ну, это реплика такая уже идет, да? Вы знаете, должна быть здоровая конкуренция. Павел Зайцев. Должна быть здоровая конкуренция между правоохранительными органами, чтобы они могли выявлять и расследовать. Например, в настоящее время есть Следственный комитет России, внутри которого коррупцию практически расследовать некому. Вы к небезызвестному перманентному диалогу Генпрокуратуры и СКР очень забавное. Да, но там же Чайка предложил, что создать там, изменить немножко закон, чтобы прокуроры тоже могли это делать. Кстати, поддерживаю уважаемого коллегу Зайцева, я об этом писал в журнале Огонек. Если у нас есть альтернативная последственность, коррупционер откупился от одного, а его второй разоблачил. В ситуации, когда все в одних руках, получается так, что подкупить проще, решить вопросы проще. И действительно, конкуренция должна быть. И как раз против конкуренции нередко возражают. А почему вот у нас и этот орган этим занимается, и этот орган этим занимается? Да как раз исходя из того, что при наличии коррупции, вот такая полифоничность, она позволяет так или иначе коррупционеру рано или поздно попасться. Если все четко и однозначно, в таком случае коррупционер обустраивает свою жизнь, налаживает соответствующие связи и процветает до глубоких сидин. 65 10 99 и 6 финам.фм, это наше средство связи, программа «Реальное время» на финам.фм. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. У меня как бы два, не вопроса, а как бы вот один вопрос, который есть. В начале 90-х годов, ну, как бы у меня друзья были в ЦЗБ, и вот тогда был беспредел насчет того, что там дагестанские всякие, короче, группировки. Я его спросил. Я говорю, слушай, вот у вас разве нет вот, как бы вот, чтобы все это сделать? Нет, говорит, он говорит. У нас все есть. Правильно. Мы знаем, кто, где, когда, в каком месте его можно, как говорится, поймать за задницу. Извините меня. Вот. Понимаете, и вот единственное, что команды нету. И вот мне кажется, мне кажется, вот эта власть, она настолько забралась, она настолько вот срослась с этим криминалом, что, во-первых, власть надо менять, это точно. Вот. Но, значит, у меня вопрос такой. Вот вы говорите, что как бы нужны органы, которые контролировали, да? То есть у нас, как говорится, в Советском Союзе был АБХСС. Были всякие разные вот эти вот инстанции. Так вот у меня вопрос. А не пора ли нам опять в Советский Союз? Нет, не пора. Адвокат Павел Зайцев. Нет, не пора. По поводу ФСБ я могу сказать, что там люди очень классно умеют получать информацию, то есть вести оперативные разработки. Ну, вот. Но там очень большие проблемы с тем, чтобы эту информацию получить в рамках закона, и чтобы это можно было использовать в суде. Трансформировать доказательства. Оперативную информацию трансформировать в доказательства, которые можно представить следователю и суду. Причем это беда наших органов госбезопасности давняя. В конце 50-х годов им ударили по рукам, и после этого они стали теоретиками. Вот они оперативные работники, они устанавливают оперативные контакты, вербуют агентуру и так далее. Накапливают информацию, докладывают прежде партийным работникам, сейчас другим руководителям, и все. И будучи сам оперативным работником, работником уголовного розыска, работником подразделений по борьбе с организованной преступностью, я сталкивался с чем? У меня не были, отсутствовали необходимые технические возможности, другие ресурсы, и для того, чтобы преобразовать мою информацию, я обращался к ним. Они внимательно меня слушали. Да-да, с интересом документы брали, но никакой помощи не оказывали. Но ты и архивов с этим не согласен. Я считаю, что, скажем так, обладая той информацией, которая имеется, да, уже у спецслужб наших, я думаю, что можно было бы пересажать всю верхушку нашу, но то, что, собственно говоря, политической воли нет у нашей власти бороться с коррупцией, это очевидно. И, безусловно, я считаю, что вот тот арсенал, которыми обладает, да, оперативными разработками, которые обладают наши спецслужбы, вот, они стали использовать куда? Не для того, чтобы сажать чиновников, а дергать за ниточки, зарабатывать деньги себе, да, там, виллы строить за рубежом. У нас, понимаете, у нас, вот вы говорите о том, что у нас ФСБ должно работать. Да оно тоже коррумпировано так же, как и все остальные структуры. У нас некому бороться с коррупцией, понимаете, у нас некому бороться с терроризмом. У нас фактически терроризм превратили в зарабатывание денег. И у нас, понимаете, вместо того, чтобы шпионить, там, получать информацию за рубежом, у нас шпионят против своих экономических конкурентов, собирают информацию, какое у них имущество, там, за рубежом. Понимаете, у нас уже дошло до такой степени. Поэтому, безусловно, я считаю, что здесь, в первую очередь, надо все-таки реформировать правоохранительную систему. Наводить порядок надо в правоохранительной системе. С нее нужно нанести... Надо кадровые чистки, надо выгонять этих закостенелых генералов, которые уже сгнили в этой коррупции. Понимаете, их пора сидеть, либо на пенсию отправлять, либо за решетку. Это, Евгений Архимов. Опять политическая воля нужна. А политическая воля при сменяемости власти. Вот когда мы выгоним вот эту всю верхушку, вот тогда и будет политическая воля. Исберем нужных себе президента нужного, который будет составить... В рамках закона. В рамках закона. У которого будет политическая воля, будет смелость навести порядок в стране. По поводу некому бороться с коррупцией, я не соглашусь. Я считаю, что есть кому бороться. Дело в том, что тех людей, которые честные и правильно работают на наше благо, их не видно. Мы видим тех, кого нам показывают по телевизору. Вот они там взяли взятку и прочее, прочее. Есть, есть нормальные люди. Это первое. По поводу реформа и выгнать. Вы знаете, вот сейчас в МВД реформа прошла. Но я знаю, что... Дургалев сказал, что остались самые достойные. Да. Лично я знаю... Самые достойные остались. Да, может быть. Но лично я знаю, что... В большинстве случаев применяется как? Начальник решает. Вот если этот человек, он исполняет мои указания, да, тупо и слепо. Он достоин. Значит, он достоин. А вот этот вот негодяй, он же мне какую-нибудь это скажет, что я не прав, этого не нужно. Хотя он профессиональный. Ну, вы знаете, выгонять кого-то там, это опять решать будет кто. Не выгонять, а сменять. Вот надо сменить течение. За год всех сменить. Слушай, я уже от одного кандидата в президент, не буду называть его фамилии, я постоянно от него слышу. Вот он 20 лет орёт, да, он не говорит, он орёт всех посадить, всех выгнать и так далее. Зачем? Я не предлагаю какие-то, да, голословные там слова. Я не предлагаю. У меня реально есть пример. Грузия. Да. Наверла порядок только тогда, когда выгнали всех полицейских. Когда разогнали вот эту спецслужбу, да, службу безопасности. Ну, у нас, да, это ФСБ называется. Ну, я не понимаю, кстати, чем они занимаются, для меня вот непонятно. Вместо того, чтобы половить коррупционеров, они вообще непонятно. Она секретная служба. Они вообще непонятно, чем занимаются. Вот. Ну, вот зачем, понимаете, у нас на самом деле существует кризис правоохранительных органов. Нам надо, чтобы у нас было чётко разделённые функции у правоохранительных органов. Есть те, кто борется с коррупцией, есть те, кто борется с организованной преступностью, так называемой, да, не смешанной с властью. Вот. И те, кто обеспечит безопасность государства. А у нас это все в извращенном виде превращено в зарабатывание денег. Можно я тогда добавлю все-таки? В нашей беседе, да, лаконично, мы как-то все крутимся вокруг госорганов, а есть еще важный ресурс в любом государстве, это общественное мнение и, собственно, предпочтение граждан, их интересы. Так вот, то, что я предлагал, начать обсуждение, скажем, судебных решений, решений органов исполнительной власти, публичное обсуждение, это как раз начало, первый шаг во включении граждан вот этого ресурса в борьбу с коррупцией. Потому что одна из проблем, что у нас вся система принятия решений выстроена коррупцией. Я согласен с вами, обсуждение, но вы представьте, где-нибудь в глубинке кто-то язык свой повернет о том, что он хочет контролировать судебную систему. Он сядет через трое суток в тюрьму, у нас найдется достаточно возможности, можно это делать в интернете. У нас люди боятся это делать, люди сажаются за то, что они имеют, хоть и хоть слово заявят об этом. У нас есть много крупных городов, где это можно делать. Короче говоря, надо этого не бояться, а делать. У нас свободы слова нет, у нас свободы слова нет. Так надо ее делать. Сейчас вы говорите свободно, да. Ну стараемся. В Москве. 10 секунд. Я бы хотел сказать о том, что есть еще большая проблема борьба с коррупцией в частном секторе. У нас промышленность стала частной, прежние государственные предприятия частные. Теперь руководители предприятий... Кстати, многие вообще это не признают. Согласны. Очень интересная тема. Это не подлежа. Петр, простите меня. Мы, к сожалению... Это тема отдельного разговора. Я об этом и хотел сказать. Значит, будет еще не один повод до встретиться и это обсудить. Спасибо вам огромное. Владимир Римский, Евгений Архипов, Павел Зайцев и Петр Скобликов были сегодня в реальном времени на Финам. Финам. Далее новости. Продолжение следует...